Поезд проехал мимо какой-то станции, и оттуда, постепенно замирая, доносились звуки австрийского гимна. Оркестр был выслан на станцию, вероятно, по ошибке, так как поезд через порядочный промежуток времени остановился на другом вокзале, где эшелон ожидали обед и торжественные встречи. Торжественные встречи теперь уже были не те, что в начале войны, когда отправляющиеся на фронт солдаты объедались на каждой станции, и когда их повсюду встречали одетые в дурацкие белые платья дружечки с идиотскими лицами и идиотскими букетами в руках. Дружечки в Чехословакии девочки, участвующие в торжественных процессиях, торжественных встречах и тому подобное. Но глупее всего, конечно, были приветственные речи тех дам, мужья которых теперь корчат из себя ура патриотов и республиканцев. Торжественная делегация состояла из трех дам, членов австрийского общества Красного Креста, двух дам, членов какого-то военного кружка венских дам и девиц, одного официального представителя венского магистрата и одного военного. На лицах всех была написана усталость. Военные эшелоны проезжали днем и ночью, санитарные поезда с ранеными прибывали каждый час, на станциях все время перебрасывались с одного пути на другой поезда с пленными, и при всем этом должны были присутствовать члены различных обществ и корпораций. Изо дня в день повторялось одно и то же, и первоначальный энтузиазм сменился зевотой. На смену одним приходили другие, и на любом из венских вокзалов у каждого встречающего был такой же усталый вид, как у тех, кто встречал Будеевицкий полк. Из телячьих вагонов выглядывали солдаты, на лицах у них была написана полная безнадежность, как у идущих на виселицу. К вагонам подходили дамы и раздавали солдатам пряники с сахарными надписями «Победа и отмщение! Боже, покарай Англию! У сына Австрии есть отчизна! Он любит ее, и у него есть ради чего сражаться за отчизну!» Видно было, как кашперские горцы жрут пряники, но на их лицах по-прежнему застыла безнадежность. Затем был отдан приказ по ротам идти за обедом к полевым кухням, стоявшим за вокзалом. Там же находилась и офицерская кухня, куда отправился Швейк исполнять приказание Оберфельдкурата. Вольно определяющийся остался в поезде и ждал, пока его покормят. Двое конвойных пошли за обедом на весь арестантский вагон. Швейк в точности исполнил приказание и, переходя пути, увидел поручика Лукаша, прохаживавшегося взад и вперед по полотну в ожидании, что в офицерской кухне и на его долю что-нибудь останется. Поручик Лукаш попал в весьма неприятную ситуацию, так как временно у него и у поручика Киршнера был один общий денщик. Этот парень заботился только о своем хозяине и проводил полнейший саботаж, когда дело касалось поручика Лукаша. — Кому вы это несете, Швейк? — спросил бедняга поручик, когда Швейк положил на земь целую кучу вещей, завернутых в шинель, добычу, взятую с боем из офицерской кухни. Швейк замялся было на мгновение, но быстро нашелся и с открытым и ясным лицом спокойно ответил. — Осмелюсь доложить это для вас, господин обер-лейтенант. — Не могу вот только найти, где ваше купе. И, кроме того, не знаю, не будет ли комендант поезда возражать против того, чтобы я ехал с вами. Это такая свинья! Поручик Лукаш вопросительно взглянул на Швейка. Тот продолжал интимно и добродушно. — Настоящая свинья, господин обер-лейтенант! Когда он обходил поезд, я ему немедленно доложил, что уже одиннадцать часов время свое я отсидел, и мое место в телячьем вагоне либо с вами, а он меня страшно грубо оборвал, дескать, не рыпайся и оставайся там, где сидишь, сказал, что, по крайней мере, я опять не осрамлю вас в пути. — Господин обер-лейтенант! Швейк страдальчески скривил рот. — Точно я вас, господин обер-лейтенант, когда-нибудь срамил! Поручик Лукаш вздохнул. — Ни разу этого не было, чтобы я вас срамил! — продолжал Швейк. — Если что и произошло, то это лишь чистая случайность и промысел божий, как сказал старичок Ванечек из Пельгржимова, когда его в тридцать шестой раз сажали в тюрьму. — Я никогда ничего не делал нарочно, господин обер-лейтенант. Я всегда старался как бы все сделать половче и да получше. Ну, разве я виноват, что вместо пользы для нас обоих получались лишь горе да мука? — Только не плачьте, Швейк! — мягко сказал поручик Лукаш, когда оба подходили к штабному вагону. — Я все устрою, чтобы вы опять были со мной. Осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант, я не плачу. Только очень уж мне обидно. Мы с вами самые разнесчастные люди на этой войне и во всем мире, и оба в этом не виноваты. — Как жестока судьба, когда подумаешь, что я от роду такой старательный. — Успокойтесь, Швейк. — Осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант. Если бы не субординация, я бы сказал, что нипочем не могу успокоиться. Но, согласно вашему приказанию, я уже совсем успокоился. — Так залезайте в вагон, Швейк. — Так точно. Уже лезу, господин обер-лейтенант. В военном лагере в мосте царила ночная тишина. Солдаты в бараках тряслись от холода, в то время как в натопленных офицерских квартирах окна были раскрыты настиж из-за невыносимой жары. Около отдельных объектов раздавались шаги часовых, ходьбой разгонявших сон. Внизу над рекой сиял огнями завод мясных консервов Его Императорского Величества. Там шла работа днем и ночью, перерабатывались на консервы всякие отбросы. В лагерь ветром доносила вонь от гниющих сухожилий копыт и костей, из которых варились суповые консервы. Из-за покинутого павильона фотографа, делавшего в мирное время снимки солдат, проводивших молодые годы здесь на военном стрельбище, внизу, в долине Литовы, был виден красный электрический фонарь борделя у кукурузного початка, который в 1908 году во время больших маневров у Шопрони почтил своим посещением эрцгерцог Стефан и где ежедневно собиралось офицерское общество. Это был самый фешенебельный публичный дом, куда не имели доступа нижние чины и вольно определяющиеся. Они посещали розовый дом. Его зеленые фонари также были видны из-за заброшенного павильона фотографа. Такого рода разграничение по чинам сохранилось и на фронте, когда монархия не могла уже помочь своему войску ничем иным, кроме походных борделей при штабах бригад, называвшихся пуфами. Таким образом, существовали императорско-королевские офицерские пуфы, императорско-королевские унтер-офицерские пуфы и императорско-королевские пуфы для рядовых. Мост на Литове сиял огнями. С другой стороны Литовы сияло огнями Киральхида, Цеслейтания и Транслейтания. Цеслейтания — территория по эту сторону реки Литовы или Лейты, то есть Австрия. Транслейтания — территория по ту сторону реки Литовы, то есть Венгрия. В обоих городах, в венгерском и австрийском, играли цыганские капеллы, пели, пили, кафе и рестораны были ярко освещены, местное буржуазие и чиновничество водили с собой в кафе и рестораны своих жен и взрослых дочерей, и весь мост на Литове, Брук-Налейте, равно как и Киральхида, представлял собой ничто иное, как один сплошной огромный бордель. В одном из офицерских бараков Швейк поджидал своего поручика Лукаша, который пошел вечером в городской театр и до сих пор еще не возвращался. Швейк сидел на постланной постели поручика, а напротив, на столе, сидел денщик майора Венцеля. Майор Венцель вернулся с фронта в полк после того, как в Сербии на Дрине блестяще доказал свою бездарность. Ходили слухи, что он приказал разобрать и уничтожить понтонный мост, прежде чем половина его батальона перебралась на другую сторону реки. В настоящее время он был назначен начальником военного стрельбища в Киральхиде и, помимо того, исполнял какие-то функции в хозяйственной части военного лагеря. Среди офицеров поговаривали, что теперь майор Венцель поправит свои дела. Комната Лукаша и Венцеля находились в одном коридоре. Денщик майора Венцеля, Микулашек, невзрачный, изрытый оспой паренек, болтал ногами и ругался. Что бы это могло означать? Старый черт не идет и не идет. Интересно бы знать, где этот старый хрыч целую ночь шатается. Мог бы, по крайней мере, оставить мне ключ от комнаты. Я бы завалился на постели, такого бы веселья задал. — У нас там вина уйма. — Он, говорят, ворует, — проронил Швейк, беспечно покуривая сигареты своего поручика, так как тот запретил ему курить в комнате трубку. — Ты-то, небось, должен знать, откуда у вас вино. — Куда прикажет, туда и хожу, — тонким голоском сказал Микулашек. — Напишет требование на вино для лазарета. А я получу и принесу домой. — А если бы он приказал обокрасть полковую кассу, ты бы тоже это сделал? — спросил Швейк. — За глаза-то ты ругаешься, а перед ним дрожишь, как осиновый лист. Микулашек заморгал своими маленькими глазками. — Ну, я бы еще подумал. Нечего тут думать, молокосос ты, этакий, — прикрикнул на него Швейк, но мигом осекся. Открылась дверь, и вошел поручик Лукаш. Поручик находился в прекрасном расположении духа, что нетрудно было заметить по надетой задом наперед фуражке. Микулашек так перепугался, что позабыл соскочить со стола и, сидя, отдавал честь, к тому же еще запамятовал, что на нем нет фуражки. — Имею честь доложить, все в полном порядке, — отрапортовал Швейк, вытянувшись во фронт по всем правилам, хотя изо рта у него торчала сигарета. Однако поручик Лукаш не обратил на Швейка ни малейшего внимания и направился прямо к Микулашеку, который, вытаращив глаза, следил за каждым его движением и по-прежнему отдавал честь, сидя на столе. — Поручик Лукаш, — представился поручик, подходя к Микулашеку не совсем твердым шагом. — А как ваша фамилия? Микулашек молчал. Лукашек пододвинул себе стул, уселся против Микулашека и, глядя на него снизу вверх, сказал, — Швейк, принесите-ка мне из чемодана служебный револьвер. Все время, пока Швейк рылся в чемодане, Микулашек молчал и только с ужасом смотрел на поручика. Если бы он в состоянии был осознать, что сидит на столе, то ужаснулся бы еще больше, так как его ноги касались колен, сидящего напротив поручика. — Как зовут, — я спрашиваю, — заорал поручик, глядя снизу вверх на Микулашка, но тот молчал. Как он объяснил позднее, при внезапном появлении Лукаша на него нашел какой-то столбняк. Он хотел соскочить со стола, но не мог. Хотел ответить и не мог. Хотел опустить руку, но рука не опускалась. — Осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант, — раздался голос Швейк. — Револьвер не заряжен. — Так зарядите его. — Осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант, патронов нет, и его будет трудновато снять со стола. С вашего разрешения, господин обер-лейтенант, — это Микулашек, денщик господина майора Венцеля. У него всегда, как только увидит кого-нибудь из господ офицеров, язык отнимается. Он вообще стесняется говорить. Совсем забитый ребенок. Ну, одним словом, молокосос. Господин майор Венцель оставляет его в коридоре, когда сам уходит в город. Вот он, бедняга, и шатается по денщикам. Главное было бы чего пугаться. А ведь он ничего такого не натворил. Швейк плюнул. В его тоне чувствовалось крайнее презрение к трусости Микулашека и к его неумению держаться по-военному. — С вашего разрешения, — продолжал Швейк, — я его понюхаю. Швейк стащил со стола Микулашека, не перестававшего таращить глаза на поручика, поставил его на пол и обнюхал ему штаны. — Пока еще нет, — доложил он, — но уже начинает. Прикажете его выбросить? — Выбросьте его, Швейк. Швейк вывел трясущегося Микулашека в коридор, закрыл за собой дверь и сказал ему. — Я тебя спас от смерти, дурачина. Когда вернется господин майор Венцель, принеси мне за это потихоньку бутылочку вина. Кроме шуток я спас тебе жизнь. Когда мой поручик надерется, с ним того и жди беды. В таких случаях один только я могу с ним сладить, и никто другой. — Я начал было, Микулашек. — Вонючка ты! — презрительно оборвал его Швейк. — Сядь на пороги и жди, пока придет твой майор Венцель. — Наконец-то! — встретил Швейка поручик Лукаш. — Ну, идите, идите, мне нужно с вами поговорить. — Да не вытягивайтесь так по-дурацки во фронт. — Садитесь-ка, Швейк, и бросьте, ваше, слушаюсь. — Молчите и слушайте внимательно. — Знаете, где в Кирольхиде? — Шопранская улица. — Да бросьте вы, ваше, осмелюсь доложить, не знаю, господин поручик. — Не знаете, так скажите, не знаю, и баста. — Запишите-ка себе на бумажке. Шопранская улица, номер 16. В том доме внизу скобина и торговля. — Знаете, что такое скобина и торговля? — Ой, бог ты мой! Ну, не говорите, осмелюсь доложить. Скажите, знаю или не знаю. — Итак, знаете, что такое скобина и торговля? — Знаете. Ну, отлично. — Этот магазин принадлежит одному мадьяру по фамилии Каконь. — Знаете, что такое мадьяр? — Так знаете или не знаете? — Знаете. Отлично. Над магазином находится квартира, и он там живет. Слыхали? — Не слыхали, черт побери. — Так я вам говорю, что он там живет. Поняли? — Поняли. Отлично. А если бы не поняли, я бы вас посадил на гауптвахту. Записали, что фамилия этого субъекта Каконь? — Хорошо. Итак, завтра утром, часов этак в десять, вы отправитесь в город, разыщите этот дом, поднимитесь на второй этаж и передадите госпоже Каконь вот это письмо. — Поручик Лукаш развернул бумажник и протянул швейку, зевая белый запечатанный конверт, на котором не было никакого адреса. — Дело чрезвычайно важное, швейк, — наставлял поручик. — Осторожность никогда не бывает излишней, а потому, как видите, на конверте нет адреса. Всецело полагаюсь на вас и уверен, что вы доставите письмо в полном порядке. — Да, запишите еще, что эту даму зовут Этелька. — Запишите, госпожа Этелька Каконь. — Имейте в виду, что письмо это вы должны вручить ей секретно и при любых обстоятельствах, и ждать ответа. Там в письме написано, что вы подождете ответа. — Что вы хотели сказать? — А если мне ответа не дадут, господин обер-лейтенант, что тогда? — Скажите, что вы во что бы то ни стало должны получить ответ, — сказал поручик, снова зевнув во весь рот. — Ну, я пойду спать. Я здорово устал. Сколько было выпито! После такого вечера и такой ночи, думаю, каждый устанет. Поручик Лукаш сначала не имел намерения где-либо задерживаться. К вечеру он пошел из лагеря в город, собираясь попасть лишь в венгерский театр в Кирльхиде, где давали какую-то венгерскую оперетку. Первые роли там играли толстые артистки-еврейки, обладавшие тем громадным достоинством, что во время танца они подкидывали ноги выше головы и не носили ни трико, ни панталон, а для вящей приманки господ офицеров выбривали себе волосы, как татарки. Галерка этого удовольствия, понятная, была лишена, но тем большее удовольствие получали сидящие в партере артиллерийские офицеры, которые, чтобы не упустить ни одной детали этого захватывающего зрелища, брали в театр артиллерийские призматические бинокли. Поручика Лукаша, однако, это интересное свинство не увлекало, так как взятый им на прокат в театре бинокль не был ахроматическим, а вместо бедер он видел лишь какие-то движущиеся фиолетовые пятна. В антракте его внимание больше привлекла дама, сопровождаемая господином средних лет, которого она тащила к гардеробу, с жаром настаивая на том, чтобы немедленно идти домой, так как смотреть на такие вещи она больше не в силах. Женщина достаточно громко говорила по-немецки, а ее спутник отвечал по-мадьярски. — Да, мой ангел, идем, ты права. Это действительно неаппетитное зрелище. — Это отвратительно! — возмущалась дама, в то время как ее кавалер подавал ей манто. В ее глазах, в больших темных глазах, которые так гармонировали с ее прекрасной фигурой, горело возмущение этим бесстыдством. При этом она взглянула на поручика Лукаша и еще раз решительно сказала «отвратительно». — В самом деле отвратительно! Этот момент решил завязку короткого романа. От гардеробщицы поручик Лукаш узнал, что это супруги Каконь и что у Каконя на Шопраньской улице номер шестнадцать скобинает торговля. — А живет он с паней Эталькой во втором этаже, — сообщала гардеробщица подробности, как старая сводница. Она немка, из города Шопрань, а он мадьяр. Здесь все перемешались. Поручик Лукаш взял из гардероба шинель и пошел в город. Там, в ресторане у эрцгерцога Альбрехта, он встретился с офицерами девяносто первого полка. Говорил он мало, но зато много пил, молча раздумывая, что бы ему такое написать, этой строгой, высоконравственной и красивой даме, к которой его влекло гораздо сильнее, чем ко всем этим обезьянам, как называли опереточных артисток, другие офицеры. В весьма приподнятом настроении он пошел в маленькое кафе у креста святого Стефана. Занял отдельный кабинет, выгнав оттуда какую-то румынку, которая сказала, что разденется до нога и позволит ему делать с ней, что он только захочет, велел принести чернила, перо, почтовую бумагу и бутылку коньяка, и после тщательного обдумывания написал следующее письмо, которое, по его мнению, было самым удачным из когда-либо им написанных. «Милостивая государня, я присутствовал вчера в городском театре на представлении, которое вас так глубоко возмутило. В течение всего первого действия я следил за вами и за вашим супругом. Как я заметил, надо как следует напасть на него. По какому праву этого субъекта такая очаровательная жена, — сказал сам себе поручик Лукаш, — ведь он выглядит словно бритый павиант. И он написал, — ваш супруг не без удовольствия и с полной благосклонностью смотрел на все те гнусности, которыми была полна пьеса, вызвавшая в вас, милостивая государня, чувство справедливого негодования и отвращения, ибо это было не искусство, но гнусное посягательство на сокровеннейшие чувства человека. — Бюст у нее изумительный, — подумал поручик Лукаш, — эх, была не была. Простите меня, милостивая государня, за то, что, будучи вам неизвестен, я, тем не менее, откровенен с вами. В своей жизни я видел много женщин, но ни одна из них не произвела на меня такого впечатления, как вы, ибо ваше мировоззрение и ваше суждение совершенно совпадают с моими. Я глубоко убежден, что ваш супруг чистейшей воды эгоист, который таскает вас с собой, — а негодица, — сказал про себя поручик Лукаш, — зачеркнул «таскает с собой» и написал, — который в своих личных интересах вводит вас, сударыня, на театральные представления, отвечающие исключительно его собственному вкусу. Я люблю прямоту и искренность, отнюдь не вмешиваюсь в вашу личную жизнь и хотел бы поговорить с вами интимно о чистом искусстве. — Здесь в отелях это будет неудобно, придется везти ее в Вену, — подумал поручик. — А, возьму командировку. — Поэтому я осмеливаюсь, сударыня, просить вас указать, где и когда мы могли бы встретиться, чтобы иметь возможность познакомиться ближе. Вы не откажете в этом тому, кому в самом недалеком будущем предстоят трудные военные походы, и кто в случае вашего великодушного согласия сохранит в пылу сражений прекрасное воспоминание о душе, которое понимало его так же глубоко, как и он понимал ее. Ваше решение будет для меня приказанием, ваш ответ решающим моментом в моей жизни. Он подписался, допил коньяк, потребовал себе еще бутылку и, потягивая рюмку за рюмкой, перечитал письмо, прослезившись над последними строками. — Было уже девять часов утра, когда Швейк разбудил поручика Лукаша. — Осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант, вы проспали службу, а мне пора идти с вашим письмом в Кир-Эль-Хиду. Я вас будил уже в семь часов, потом в половине восьмого, потом в восемь, когда все ушли на занятия, а вы только на другой бок повернулись. — Господин обер-лейтенант! — А, господин обер-лейтенант! Пробурчав что-то, поручик Лукаш хотел было опять повернуться на другой бок, но ему это не удалось. Швейк тряс его немилосердно и орал над самым ухом. — Господин обер-лейтенант, так я пойду отнесу это письмо в Кир-Эль-Хиду. Поручик зевнул. — Письмо? — Ах да! Но это секрет, понимаете? — Наша тайна! — Тайна! Поручик завернулся в одеяло, который с него стащил Швейк, и снова заснул. А Швейк отправился в Кир-Эль-Хиду. Найти Шопрынскую улицу и дом номер шестнадцать было бы не так трудно, если бы навстречу не попался старый сапер Водичко, который был прикомандирован к пулеметчикам, размещенным в казармах у реки. Несколько лет тому назад Водичко жил в Праге на Боишке, и по случаю такой встречи не оставалось ничего иного, как зайти в трактиру черного барашка в Бруке, где работала знакомая кельнерша, чешка Руженко, которой были должны все чехи, вольно определяющиеся, когда-либо жившие в лагере. Сапер Водичко, старый Пройдоха, в последнее время состоял при ней кавалером и держал на учете все маршевые роты, которым предстояло сняться с лагеря. Он вовремя обходил всех чехов, вольно определяющихся, и напоминал, чтобы они не исчезли в прифронтовой суматохе, не уплотив долга. — Тебе куда, собственно, несет? — спросил Водичко после первого стакана доброго венца. — Это секрет, — ответил Швейк, — но тебе, как старому приятелю, могу сказать. Он разъяснил ему все до подробностей, и Водичко заявил, что он, как старый сапер, Швейка покинуть не может и пойдет вместе с ним вручать письмо. Оба увлеклись беседой об Элом, и когда вышли от черного барашка, был уже первый час дня, все казалось им простым и легко достижимым. По дороге к Шопрынской улице, дом номер 16, Водичко все время выражал крайнюю ненависть к мадьярам и без устали рассказывал о том, как, где и когда он с ними дрался или что, когда и где, помешало ему подраться с ними. Держим это мы раз одну и такую мадьярскую рожу за горло. Это было в Пауздорфе, когда мы, саперы, пришли выпить. Хочу это я ему дать ремнем по черепу в темноте, ведь мы, как только началось дело, запустили бутылкой в лампу. А он вдруг как закричит. «Тонда! Да ведь это я! Пурк-робык из шестнадцатого запасного!» Чуть было не произошла ошибка. Но зато у Незидерского озера мы с ними шутами мадьярскими как следует расквитались. Туда мы заглянули недели три тому назад. В соседней деревушке квартирует пулеметная команда какого-то гонвенского полка, а мы случайно зашли в трактир, где они отплясывали ихний чардаш, словно бесноватые, и орали во всю глотку свое «Господин, господин, господин судья! Девочки, девочки, деревенские девочки!» Ну, садимся мы против них. Положили на стол свои солдатские кушаки и говорим промеж себя. «Подождите, сукины дети, мы вам покажем ланьок!» А один из наших, мейстершик, у него кулачища, что твоя белая гора, тут же вызвался пойти танцевать и отбить у кого-нибудь из этих бродяг девочку из-под носа. А девочки были что надо и крестые, задастые, ляшкастые да глазастые. Потому как эти мадьярские сволочи их тискали, было видно, что груди у них твердые. И налитые, что твои мечи. И это им по вкусу, но любят, чтобы их потискали. Выскочил, значит, наш мейстершик в круг и давай отнимать у одного гонвида самую хорошенькую девчонку. Тот залопотал что-то. А мейстершик как даст ему раза, тот из катушек долой. Мы, недолго думая, схватили свои ремни, намотали их на руку, чтобы не растерять штыков, и бросились в самую гущу. А я крикнул ребятам, виноватый, невиноватый, крой всех подряд. И пошло, брат, как по маслу. Мадьяры начали прыгать в окна. Мы ловили их за ноги и втаскивали назад в зал. Всем здорово улетело. Ну, вмешались было в это дело староста с жандармом, и им изрядно досталось на орехи. Трактирщика тоже излупили за то, что он по-немецки стал ругаться, будто мы, дескать, всю вечеринку портим. Ну, после этого мы пошли по деревне ловить тех, кто от нас спрятался. Одного ихнего унтера мы нашли в сене на чердаке, у мужика одного на конце села. Этого выдала его девчонка, потому что он танцевал в трактире с другой. Она врезалась в нашего мейстершика по уши и пошла с ним по направлению к Киральхиде. Там по дороге сеновалы, затащила его на сеновал, а потом потребовалось с него пять крон. А он ей дал по морде. Мейстершик догнал нас у самого лагеря и рассказывал, что раньше он о мадьярках думал, будто они страстные, а эта свинья лежала, как бревно, и только лопотала безумолку. Короче говоря, мадьяры — шваль. Закончил старый сапер водичка свое повествование, на что Швейк заметил, ну, иной мадьяр не виноват в том, что он мадьяр. — Как-то не виноват, — загорячился водичка. — Каждый из них виноват, — сказанул тоже. — Попробовал бы ты попасть в такую переделку, в какую попал я, когда в первый день пришел на курс. Еще в тот же день после обеда согнали нас, словно стадо какое-нибудь в школу, и какой-то балда начал нам на доске чертить и объяснять, что такое блиндажи, как делают основания и как производится измерение. А завтра утром, — говорит, — у кого не будет все это начерчено, как я объяснял, того я велю связать и посадить. — Черт побери, — думаю, для чего я, собственно говоря, на фронте записался на эти курсы? Для того, чтобы удрать с фронта или чтобы вечерами чертить в тетрадочке карандашиком чисто школьник? — О, еле-еле я там высидел. Такая, брат, ярость на меня напала, сил моих нет. Глаза б мои не глядели на этого болвана, что нам объяснял. Так бы все со злости на куски разнес. Я даже не стал дожидаться вечернего кофе, а скорее отправился в Киральхиду, и со злости только о том и думал, как бы найти тихий кабачок, надраться там, устроить дебош, съездить кому-нибудь по рылу и с облегченным сердцем пойти домой. Но человек предполагает, а Бог располагает. Нашел я у реки среди садов действительно подходящий кабачок. Тихо, что в твоей часовне. Все словно создано для скандала. Там сидели только двое, говорили между собой по-мадьярски. Это меня еще больше раз задорило, и я надрался скорее и основательнее, чем сам предполагал, и спьяно даже не заметил, что рядом находится еще такая же комната, где собрались, пока я заряжался, человек восемь гусар. Они на меня и насели, как только я съездил двум первым посетителям по морде. Мерзавцы гусары так, брат, меня делали и так гоняли меня по всем садам, что я до самого утра не мог попасть домой. А когда я наконец добрался, меня тотчас же отправили в лазарет. Наврал, что свалился в кирпичную яму, и меня целую неделю заворачивали в мокрую простыню, пока спина не отошла. Не пожелал бы я тебе, брат, попасть в компанию таких подлецов. Но разве это люди скоты? — Как аукнется, так и откликнется, — определил швейк. — Нечего удивляться, что они разозлились, раз им пришлось оставить все вино на столе и гоняться за тобой в темноте по садам. Они должны были разделаться с тобой тут же в кабаке, на месте, а потом тебя выбросить. Если бы они свели с тобой счеты у стола, это и для них было бы лучше, и для тебя. Знавал я одного кабачика, Пароубека, в Либине. У него в кабаке перепился раз мазжевеловкой бродячий жестяник-словак. Ну и стал ругаться, что мазжевеловка очень слабая, дескать, кабачик разбавляет ее водой. Если бы, — говорит, — я сто лет чинил проволокой старую посуду, и на весь свой заработок купил бы мазжевеловку и сразу бы все выпил, то и после этого мог бы еще ходить по канату. А тебя, Пароубек, носить на руках. И прибавил, что Пароубек — продувная шельма и бестия. Тут Пароубек этого жестяника схватил, измочалил об его башку все его мышеловки, всю проволоку, потом выбросил голубчика, а на улице лупил еще шестом, которым железные шторы опускают. Лупил до самой площади инвалидов и так озверел, что погнался за ним через площадь инвалидов в Карлине до самого Жишкова. А оттуда, через еврейские печи, в Малишице, где, наконец, сломал об него шест, а потом уже вернулся обратно в Либень. Еврейские печи, пустырь на окраине Праги. Хорошо, но в горячке он забыл, что публика-то осталась в кабаке, и что, по всей вероятности, эти мерзавцы начнут сами там хозяйничать. В этом ему и пришлось убедиться, когда он, наконец, добрался до своего кабака. Железная штора в кабаке наполовину была спущена, и около нее стояли двое полицейских, которые тоже основательно хватили, когда наводили внутри порядок. Все, что имелось в кабаке, было наполовину выпито, на улице валялся пустой бочонок из-под рому, а под стойкой Пару Бек нашел двух перепившихся субъектов, которых полицейские не заметили. После того, как Пару Бек их вытащил, они хотели заплатить ему по два крейцера, больше, мол, водки не выпили. Так-то наказуется горячность. Это все равно, как на войне, брат. Сперва противника разобьем, потом все за ним, да за ним, а потом сами не успеваем улепетывать. — Я этих сволочей хорошо запомнил, — проронил водичка. — Попадись мне на узенькой дорожке кто-нибудь из этих гусар, я с ними живо расправлюсь. Если уж нам, саперам, что-нибудь взбредет в голову, то мы на этот счет звери. Мы, брат, не то что какие-нибудь там ополченцы. На фронте под Перемышлем был у нас капитан Ецбахер. — Сволочь! Другой такой на свете не сыщешь. А он, брат, над нами так измывался, что один из нашей роты, Биттерлих, немец, но хороший парень, из-за него застрелился. Но мы решили, как только начнут русские палить, то нашему капитану Ецбахеру капут. И действительно, как только русские начали стрелять, мы всадили в него этот спиток пуль. Живучий был гадина, как кошка. Пришлось его добить двумя выстрелами, чтобы потом чего не вышло. Только пробормотал что-то. Да так, брат, смешно, прямо у мора. Водичка засмеялся. На фронте такие вещи каждый день случаются. Один мой товарищ, теперь он тоже у нас в саперах, рассказывал, что, когда он был в пехоте под Белградом, ихняя рота во время атаки пристрелила своего обер-лейтенанта, тоже собаку порядочную, который сам застрелил двух солдат во время похода за то, что те выбились из сил и не могли идти дальше. Так этот обер-лейтенант, когда увидел, что пришла ему крышка, начал вдруг свистеть сигнал к отступлению. Ребята будто бы чуть не померли со смеху. Ведя такой захватывающий и поучительный разговор, Швейк и Водичка нашли, наконец, скобяную торговлю пана Каконя на Шопрынской улице номер 16. — Ты бы лучше подождал здесь, — сказал Швейк Водичке у подъезда дома. — Я только сбегаю на второй этаж, передам письмо, получу ответ и мигом спущусь обратно. — Оставить тебя одного, — удивился Водичка. — Плохо, брат, ты, Мадьяр, знаешь, сколько раз я тебе говорил, с ними мы должны ухо держать в остро. Я его как хрясну! — Послушай, Водичка, — серьезно сказал Швейк, — дело не в Мадьяре, а в его жене. — Ведь когда мы с чешкой-кельнершей сидели за столом, я же тебе объяснил, что несу письмо от своего обер-лейтенанта и что это строгая тайна. Мой обер-лейтенант заклинал меня, чтобы ни одна живая душа об этом не узнала. Ведь твоя кельнерша сама согласилась, что это очень секретное дело. Никто не должен знать о том, что господин обер-лейтенант переписывается с замужней женщиной. Ты же сам соглашался с этим и поддакивал. Я там объяснил все, как полагается, что должен точно выполнить приказ своего обер-лейтенанта, а теперь тебе вдруг захотелось во что бы то ни стало идти со мной наверх. — Плохо, Швейк, ты меня знаешь. — также весьма серьезно ответил старый сапер-водичка. — Раз я тебе сказал, что провожу тебя, то не забывай, что мое слово свято. — Идти вдвоем всегда безопаснее. — А вот и нет, водичка. Сейчас сам убедишься, что это не так. Знаешь, Неклонову улицу на Вышеграде. У слесаря Воборника там была мастерская. Он был редкой души человек и в один прекрасный день, вернувшись с попойки домой, привел к себе ночевать еще одного гуляку. После этого он долго лежал, а жена перевязывала ему каждый день рану на голове и приговаривала. — Вот видишь, Тонечек, если бы ты пришел один, я бы с тобой только слегка повозилась и не запустила бы тебе в голову десятичные весы. А он потом, когда уже мог говорить, отвечал, — твоя правда, мать. В другой раз, когда пойду куда-нибудь, с собой никого не приведу. — Только этого еще не хватало, — рассердился водичка, — чтобы Мадьяр попробовал запустить нам чем-нибудь в голову. Я схвачу его за горло и спущу со второго этажа. Полетит у меня что-то твоя шрапнель. С Мадьярской шпаной нужно поступать решительно. Нечего с ними нянчиться. — Водичка, да ведь ты немного выпил. Я выпил на две четвертинки больше, чем ты. Пойми, что нам подымать скандал нельзя. Я за это отвечаю, ведь дело касается женщины. — А я ей заеду, мне все равно. — Плохо, брат, ты старого водичку знаешь. Раз в Забеглицах на Розовом острове одна этакая Харя не хотела со мной танцевать. У меня, дескать, рожа опухла. Ну и вправду рожа у меня тогда опухла, потому что я аккурат пришел с танцульки из гостевара. Но, по сути сам, такое оскорбление от этакой шлюхи. — Извольте и вы, многоуважаемая барышня, говорю, получить, чтобы вам обидно не было. Ну как я дал ей разок. Она повалила в саду стол, за которым сидела вместе с папашей, мамашей и двумя братцами. Только кружки полетели. Но мне, брат, весь Розовый остров был ни по чем. Были там знакомые ребята из Вршовец, они мне и помогли. И злупили мы семейство этак пять с ребятами вместе. Небось, и в михле было слыхать. Потом в газетах напечатали. В таком-то саду во время загородного гуляния, устроенного таким-то благотворительным кружком таких-то уроженцев такого-то города. А потому, как мне помогли, и я всегда своему товарищу помогу. Клюш дело до этого доходит. Не отойду от тебя ни на шаг, что бы ни случилось. Плохо, брат, ты, Мадьяр, знаешь. Не ожидал, брат, я, что ты от меня захочешь отделаться. Свиделись мы с тобой после стольких лет, да еще при таких обстоятельствах. Ну ладно уж, пойдем вместе, — решил Швейк. Но надо действовать с оглядкой, чтобы не нажить беды. Да не беспокойся, товарищ, — тихо сказал водичка, когда подходили к лестнице. Я его как хрестну. Еще тише приваял. Вот увидишь, с этой мадьярской рожей не будет много работы. И если бы в подъезде был кто-нибудь, понимающий по-чешски, тот еще на лестнице услышал, что он бы довольно громко произнесенный водичкой девиз «Плохо, брат, ты, Мадьяр, знаешь». Девиз, который зародился в тихом кабачке над рекой Литовой, среди садов прославленной Киральхиды, окруженной холмами. Солдаты всегда будут проклинать Киральхиду, вспоминая все эти упражнения перед мировой войной и во время нее, которыми их теоретически подготавливали к практическим избиениям и резне. Швейк с Водичкой стояли у дверей квартиры господина Какуня. Раньше, чем нажать кнопку звонка, Швейк заметил. — Ты когда-нибудь слышал пословицу, Водичка, что осторожность — мать мудрости? — Это меня не касается, — ответил Водичка. — Не давай ему рот разинуть. — Да и мне тоже не с кем особенно разговаривать-то, Водичка. Швейк позвонил, и Водичка громко сказал «Айн, цвайн» и полетит с лестницы. Открылась дверь, и появившаяся в дверях прислуга спросила по-венгерски «Что вам угодно?» — Не понимаю, — презрительно ответил Водичка. — Научись, девка, говорить по-чешски. — Вы понимаете по-немецки? — спросил Швейк. — Немножко. — Скажите, барни, что я хочу с ней говорить. Скажите, что для нее в коридоре есть письмо от одного господина. — Я тебе удивляюсь, — сказал Водичка, входя вслед за Швейком в переднюю. — Как это ты можешь со всяким дерьмом разговаривать? — Закрыв за собой дверь, они остановились в передней. Швейк заметил. — Хорошая обстановка. У вешалки даже два зонтика. А вон тот образ Иисуса Христа тоже неплох. Из комнаты, откуда доносился звон ложек и тарелок, опять вышла прислуга и сказала Швейку. — Барни сказала, что у нее нет времени. Если что-нибудь нужно, передайте мне. — Письмо для барни. Но держите язык за зубами. Он вынул письмо поручика Лукаша. — Я подожду ответа здесь, в передней. — Что же ты не сядешь? — сказал Водичка, уже сидевший на стуле у стены. — Вон стул. Стоит точно нищий. Да не унижайся перед этим мадьяром. Будет еще с ним канитель, вот увидишь. — Да. Но я брат его как хрясну. — Послушай-ка, — спросил он после небольшой паузы, — где ты по-немецки научился? — Самоучка, — ответил Швейк. Опять наступила тишина. Внезапно из комнаты, куда прислуга отнесла письмо, послышался ужасный крик и шум. Что-то тяжелое с силой полетело на пол. Потом можно было ясно различить звон разбиваемых тарелок и стаканов, сквозь который слышался рев. Венгерская площадная ругань. Двери распахнулись, и в переднюю влетел господин во цвете лет с подвязанной салфеткой, размахивая письмом. Старый сапер сидел ближе, и взбешенный господин накинулся сперва на него. — Что это должно значить? Где этот проклятый негодяй, который принес письмо? — Полегче, — остановил его водичка, подымаясь со стула. — Особенно ты не разоряйся, а то вылетишь. Если хочешь знать, кто принес письмо, так спроси у товарища. Договори с ним поаккуратнее, а то очутишься за дверью в два счета. Теперь пришла очередь Швейка убедиться в красноречии взбешенного господина с салфеткой на шее, который, путая от ярости слова, начал кричать, что они только что сели обедать. — Мы слышали, что вы обедаете. На ломаном немецком языке согласился с ним Швейк и прибавил по-чешски. — Мы тоже было подумали, что напрасно отрываем вас от обеда. — Не унижайся, — сказал водичка. Разъяренный господин, который так оживленно жестикулировал, что его салфетка держалась уже только одним концом, продолжал. Он сначала подумал, что в письме идет речь о предоставлении воинским частям помещения в этом доме, принадлежащем его супруге. — Здесь бы поместилось порядочно войск, — сказал Швейк. — Но в письме об этом не говорилось, как вы, вероятно, уже успели убедиться. Господин схватился за голову и разразился потоком упреков. Он сказал, что тоже был лейтенантом запаса, и что он охотно служил бы и теперь на у него больные почки. В его время офицерство не было до такой степени распущено, чтобы нарушать покой чужой семьи. Он пошлет это письмо в штаб полка, в военное министерство. Он опубликует его в газетах. — Сударь, — с достоинством сказал Швейк, — это письмо написал я. — Я написал, не обер-лейтенант. Подпись подделана. Подпись, фамилия, фальшивые. Мне ваша супруга очень нравится. Я люблю вашу жену. Я влюблен в вашу жену по уши, как говорил Врхлицкий. Капитальная женщина. Врхлицкий Ярослав, 1853-1912. Крупнейший чешский поэт. Разъяренный господин хотел броситься на стоявшего со спокойным и довольным видом Швейка, но старый сапер-водичка, следивший за каждым движением Каханя, подставил ему ножку, вырвал у него из рук письмо, которым тот все время размахивал, сунул в свой карман и, не успел господин Каханя помниться, как водичка его сгреб, отнес к двери, открыл ее одной рукой, и в следующий момент уже было слышно, как что-то загремяло вниз по лестнице. Случилось все это быстро, как в сказке, когда черт приходит за человеком. От разъяренного господина осталась лишь салфетка. Швейк ее поднял и вежливо постучался в дверь комнаты, откуда пять минут тому назад вышел господин Кахань и откуда теперь доносился женский плач. — Принес вам салфеточку, — деликатно сказал Швейк даме, рыдавшей на софе. — Как бы на нее ни наступили! — Мое почтение! Щелкнув каблуками и взяв под козырек, он вышел. На лестнице не было видно сколько-нибудь заметных следов борьбы. По-видимому, все сошло, как и предполагал водичка, совершенно гладко. Только дальше у ворот Швейк нашел разорванный крахмальный воротничок. А, очевидно, когда господин Кахань в отчаянии уцепился за ворота, чтобы его не вытащили на улицу, здесь разыгрался последний акт этой трагедии. Зато на улице было оживленно. Господина Каханя оттащили в ворота напротив и отливали водой. А посреди улицы бился, как лев, старый сапер-водичка с несколькими гонведами и гонведскими гусарами, заступившимися за своего земляка. Он мастерски отмахивался штыком на ремне, как цепом. Водичка был не один. Плечом к плечу с ним дрались несколько солдат-чехов из различных полков. Солдаты как раз проходили мимо. Швейк, как он позже утверждал, сам не знал, как очутился в самой гуще, и как в руках у него появилась трость какого-то оторопевшего зеваки. Кисака у Швейка не было. Продолжалось это довольно долго, но всему прекрасному приходит конец. Прибыл патруль полицейских и забрал всех. Рядом с водичкой шагал Швейк, неся палку, которую начальник патруля признал вещественным доказательством преступления. Швейк шел с довольным видом, держа палку, как ружье, на плече. Старый сапер-водичка всю дорогу упрямо молчал. Только, входя на гауптвахту, он задумчиво сказал Швейку. — Говорил я, что ты, Мадьяр, плохо знаешь.